Спасибо большое за приглашение прочитать эти лекции. Прочитать это условно сказано, потому что на самом деле по организационной части школы студенты должны делать доклады. У меня, к сожалению, два человека отвалилось по разным причинам, поэтому пару лекций я прочитаю сам. В частности, первую. Хотел написать вам много формул, но потом понял, что уже 5 вечера, поэтому надо немножко сбавить темп. Значит, курс называется, мини-курс называется «Конформные теории поля от фазовых переходов». Здесь нужно написать второго рода двухквантовой гравитации. Значит, почему так можно и что здесь хорошего? Значит, мотивация моя для этого курса следующая, что вы студенты третьего, четвертого курса где-то так. И насколько я помню, когда мы на этих курсах изучаем теоретическую физику, то это примерно выглядит так, что гораздо позже у вас появляется статистическая физика. Значит, поэтому до этого мы проходим термодинамику. В рамках термодинамики где-то там небольшим участком находятся фазовые переходы. И там где-то совсем уже футнотом находятся фазовые переходы второго рода. Поэтому создается ощущение, что, ну, в общем, это какая-то такая наука, если кто-то занимается фазовыми переходами второго рода, которая гомеопатическая. Ну, в том смысле, что она меры ноль и где-то там на задворках. Однако на самом деле правоприменительная практика показывает, что фазовые переходы второго рода описываются некоторыми специальными квантовыми теориями поля, которые называются конформными теориями поля. И хотя конформные теории поля как бы под множество квантовых теорий поля, на самом деле они играют более фундаментальную роль и возникают во многих областях. В частности, последние несколько десятков лет в то, что называется HEPTH, High Energy Physics Theory, оно полностью доминируется этими словами. Давайте я дам какие-то ключевые слова, которые попытаюсь потом объяснить. Собственно, задача курса состоит в том, чтобы объяснить, что есть такие замечательные конформные теории поля, которые описывают много чего на свете. И также являются интересными моделями для уже такой чисто теоретической физики. Почему это может быть интересно? Во-первых, конформные теории поля описывают критические явления. Мне кто-то сказал писать крупнее. Под критическими явлениями понимаются именно фазовые переходы второго рода. Я потом объясню, кратко напомню, первый, второй, почему никому не интересно, третий и так далее, и почему это называется критическим явлением. Значит, есть некоторые специальные фазовые переходы, которые выделены некоторыми чудесными свойствами. Расскажу потом, какими. И это делает, собственно, задачу описания таких переходов гораздо более приятным делом, чем описание чего бы то ни было другого. Где мы обычно работаем с какой-нибудь сферической коровой в вакууме, которая качественно схватывает, что происходит, количественно не схватывает. Ну или нужно вводить много-много параметров, которые потом фитировать из эксперимента, ну и все равно какое-то удовлетворение не получается. А есть очень-очень небольшое количество систем, где именно теоретические модельки, которые можно писать на бумаге, но не всегда решать на бумаге, дают вам чрезвычайно точное описание реальности. Значит, первое применение конформных теорий поля — это критические явления. Второе, условно напишем, струны, потому что я не буду этого касаться, но, наверное, все слышали про струны, по крайней мере, гитарные. И важно, что теория струн, в принципе, можно понимать как конформную теорию поля в двух измерениях. То есть, в общем, частный случай этого дела. Дальше есть другой большой топик, называется ADS-CFT-соответствие. Вы можете посмотреть, на Википедии, по-моему, есть хорошие статьи, типа с картинками. И смысл заключается в том, этому делу примерно 20 лет, чуть больше. И доминирующее количество статей в HEPTH посвящены этому явлению. Ну, сейчас, может быть, чуть меньше, но все равно, значит, оттуда это все выросло. Значит, здесь слово CFT, то есть конформная теория поля присутствует прямо сразу, а смысл, грубо говоря, и этого мы коснемся в самом конце курса, и тоже довольно грубо, заключается в том, что есть некоторое соответствие между конформными теориями поля и моделями квантовой гравитации в пространстве с отрицательной космологической постоянной. То есть, грубо говоря, вы можете пытаться что-то понимать про квантовую гравитацию, сидя на стороне конформной теории поля. То есть, фактически, с помощью фазовых переходов вы можете пытаться понять некоторые ключевые свойства квантовой гравитации, что не так просто. Ну и, наконец, или не наконец, значит, конформная теория поля представляет фиксированные точки ренорм-групповых потоков. Я не буду говорить, что это такое, и вы не должны знать. Но, если знаете, очень хорошо, но не должны в таком возрасте. Значит, но важно следующее, что… Я здесь поставлю QFT. Важно следующее, как мы понимаем квантовые теории поля. В основном мы их понимаем пертурбативно, что у нас есть нечто такое свободное, и мы делаем теорию возмущения над этим. Иногда в некоторых замечательных случаях можно сказать чуть больше, например, в случаях суперсимметрии. Но важно, что в пространстве квантовых теорий поля есть некоторые специальные точки, где квантовые теории поля становятся конформными. И на самом деле то, как квантовая теория поля понимается почти везде в настоящий момент, это вы находите эту точку, где у вас есть конформная теория поля, а потом пытаетесь от нее отойти максимально далеко. Обычно это зажевывается в учебниках. Например, вы начинаете с квантовой теории поля, которая содержит какие-то массивные поля. Ну, массивные поля некомфортные, но в данном случае просто это простейшая деформация, которая дает массу, она немедленно интегрируется, и про это все забывают. Но про это важно помнить, что на самом деле квантовая теория поля, так сказать, самое хорошее определение, это небольшое возмущение от конформной теории поля. Поэтому, в принципе, мы их изучаем еще и с этой точки зрения. А мы про это будем говорить. То есть пока я надеюсь, что вы знаете ключевые слова квантовой теории поля, и не удивитесь, что там есть некоторые специальные квантовые теории поля, которые называются конформными. В данном случае конформные, ну давайте просто в двух словах, то есть мы будем про это говорить, но сказать в двух словах, значит, обычно мы сидим в каком-нибудь пространстве, которое плоское, однородное, изотропное, и поэтому вы можете ожидать, что все физические наблюдаемые, какой-нибудь квантовой теории поля, они обладают этой же симметрией. То есть они трансляционные, инвариантные, в частности, какие-нибудь корреляторы каких-нибудь операторов, они зависят не только от разности, но вообще от абсолютного значения разности. И обладает это трансляционной и вращательной симметрией. Конформная симметрия добавляет к этому преобразование растяжения и еще некоторое специальное преобразование, которое называется специальными конформными преобразованиями. Не знаю, поэтому или по какой-то другой причине. Значит, в принципе, это не выглядит как какое-то большое допущение, мол, я добавил еще немножко симметрии. Но на самом деле это оказывает, это меняет то, как вы должны думать об этой теории, кардинально. Ну и мы этого будем касаться. То есть в настоящее время надо просто думать о квантовых теориях поля с некоторой добавочной симметрией, а именно дилатациями и конформными преобразованиями. Но я определю это дело, или кто-то другой сделает это за меня. Вот, значит, в принципе, это уже довольно неплохая мотивация, чтобы изучать конформные теории поля, но происходят в критических явлениях некоторые очень выделенные события, некоторые чудеса, которые делают вообще изучение критических явлений некоторой специальной областью науки. Значит, то есть наивно вы бы могли подумать, что если вы хотите фундаментальной физики, то надо смотреть куда-нибудь вглубь, в какая-нибудь, ну, максимальное, что мы знаем на данный момент, что работает, это стандартная модель. Там есть лагранжан, он некрасивый, в ЦЕР не продают футболки с этим лагранжаном, можете купить. Значит, этот лагранжан по минимуму содержит параметров 20 свободных. Значит, ну, это что считать параметром? Потому что многие слагаемые там приблизительно равны нулю, и поэтому вы можете сказать, что там параметров 40, что-нибудь в этом роде. Значит, в любом случае, когда у вас есть 20 параметров, вам их нужно зафиксировать из эксперимента, и связь между то, как эти параметры отображаются в конкретные физически наблюдаемые, очень сложные. Остается некоторое ощущение, что хотелось бы найти какую-нибудь модель, в которой бы не было параметров вообще, ну или может быть один был, а лучше вообще не надо никаких параметров. И эта модель давала бы вам тем не менее какие-то числа, которые вы бы могли поверить на эксперименте и с достаточно хорошей точностью. А параметры это что, например? Параметры? например, если вы пишете гамильтониан или лагранжан, у вас там могут быть какие-то коэффициенты, например, масса, да. Вам их придется задать руками, померить из эксперимента, и потом вставить это число в ваше действие. Значит, хотелось бы, не всегда, значит, то, что мы хотим, получается, но хотелось бы найти какие-то явления и соответствующее им теоретическое описание, где параметров бы не было вообще. Вот. И критические явления дают такой пример. То есть это то, где сферическая корова в вакууме оказывается точным и правильным описанием природы. Так, ну давайте поговорим вот об этом. То есть на самом деле в курсе лекции мы будем касаться вот этой части, в конце немножко, и вот этой части. Ну, а также просто потом в некоторый момент скажем, ну хорошо, раз мы ищем некоторые теории с некоторой симметрией, которая называется конфорной, давайте займемся этим серьезно. Давайте поговорим о критических явлениях. Чем они хороши? Потому что, как я вначале сказал, в принципе на третьем-четвертом курсе, да и вообще, мне кажется, это какой-то особенность всей университетской программы. Значит, ваше впечатление о фазовых переходах должно быть такое. Ну это какая-то ерунда в термодинамике, а в ней есть еще небольшой раздел, где что-то сказано про фазовые переходы второго рода. Значит, давайте возьмем какое-нибудь вещество. Первая прелесть состоит, что более-менее любое вещество. И посмотрим на фазовую диаграмму в ПТ-плоскости. Как примерно она выглядит? Могут быть разные особенности, но в целом она выглядит, если далеко не ходить, она выглядит примерно вот так. Значит, у вас здесь твердое тело, здесь у вас газ, здесь у вас жидкость. Так, и я воспользуюсь цветными мелками. Значит, вообще говоря, практически во всем объеме этой области вы ничего умного про эту систему сказать не можете. То есть, например, есть какие-то приближенные законы описания газов. Значит, мы изучали закон, забыл, как он называется. К нему есть поправочный закон, называется Вандерваальс, по-моему. Но на самом деле сам этот закон также является просто вторым слагаемым в некоторой теории возмущения, где присутствует бесконечное число коэффициентов. То есть, вы что-то можете написать такое, что уравнение состояния это что-то такое. Это то, что мы более-менее в школе изучали, а теперь я открываю скобку и просто пишу все, что мне нравится. А именно общее разложение по отношению НВ и дальше какие-нибудь функции от температуры, которые я даже не знаю, откуда их брать. И более-менее посчитать вы это не можете. И даже если вы это посчитаете, все эти коэффициенты будут зависеть от конкретного вещества, которое вы берете. То есть, возьмете воду, возьмете что-нибудь еще, углекислоту, все числа будут разные. Ничего интересного не обнаружится. Значит, никакой интересной универсальной модели в основном объеме этой диаграммы получить не получается. Дальше. Есть вот эти вот линии, где мы можем кипятить, плавить и прочее. Значит, здесь происходят, как вы должны знать, переходы первого рода. Чем характеризуется фазовый переход первого рода? Ну, во-первых, у вас есть поглощение или наоборот тепла. Во-вторых, как мы видим из этой диаграммы, фазы могут сосуществовать. Вы можете не всю воду вскипятить, не весь лед расплавить. Сосуществование фаз. С такой уже более теоретической точки зрения все это деление на фазовые переходы основано на каком-нибудь термодинамическом потенциале и на том, сколько у него производных рвется. если первая производная разрывна, то мы называем разрывна, то мы называем это переходом первого рода. Значит, но я хочу подчеркнуть, просто мы будем говорить про переходы второго рода в основном, поэтому не сказать про первого было бы как-то неуважительно, но на самом деле никакой фундаментальной роли они не играют в том, что я собираюсь говорить, потому что опять ничего неуверсального вы здесь не получите. конкретные характеристики, как мы знаем еще со школы, количество поглощенного тепла или энергии, нужной там для плавления, оно зависит от конкретного вещества. Ничего интересного вроде там не наблюдается. Дальше есть вот эта точка, она называется triple point, тройная точка. ну это конечно интересно, что газ, жидкость и твердое тело могут сосуществовать в одной точке, но опять там ничего такого интересного не наблюдается. И есть самая важная точка, про которую я и хотел рассказывать, это вот эта. Эта точка называется критическая. Кри-ти-ческая. Значит, что здесь происходит? Вдоль этой линии у вас имеются фазовые переходы первого рода. И постепенно они вырождаются, вырождаются и заканчиваются вот в этой точке, которая называется критическая. И дальше у вас никакой разности между жидкостью и газом не наблюдается. Ну тоже можно было бы подумать, что ничего интересного не происходит. Но на самом деле именно в этой точке происходит куча разных чудес. Я, наверное, перейду на ту доску. про которую я хочу сказать. Значит, с формальной точки зрения, если мы говорим про фазовые переходы второго рода, то согласно общему определению мы здесь должны ожидать, что вторая производная рвется. Ну это как-то не очень интересно. Ну подумаешь, что-то там с производной случается. Важно, что такие переходы происходят без поглощения тепла. Также заметьте, что вот здесь во время фазовых переходов первого рода у вас разные фазы могут сосуществовать. Значит, этого не происходит во время перехода второго рода. То есть, они не обнаруживают вот этого сосуществования. также важно, и это можно уже померить, что есть такой параметр корреляционная длина. Не будем пока его точно определять, но это более-менее характеристическая длина, на которой корреляции между каким-нибудь величинами затухают. Например, здесь вы можете интересоваться отклонением плотности в данной точке от какой-нибудь базовой плотности и смотреть, как эти две величины коррелируют в разных точках. Обычно корреляции такого рода спадают очень быстро по экспоненте и более-менее после нескольких межатомных размеров вы уже ничего не помните. Значит, этого не происходит здесь, а происходит прямо противоположное. Корреляционная длина стремится к бесконечности. Дальше в самой критической точке корреляторы показывают степенную зависимость от расстояния. А, вот этим мы сейчас займемся. Это хороший вопрос. Тем не менее, опять у вас может сложиться впечатление, что, ну, да, возможно это как-то более интересно, менее интересно. А что действительно с этими показателями? Давайте посмотрим на другую систему. есть та же самая ПТ-диаграмма, но для гелия. Она выглядит примерно так. То есть у вас здесь газ, у вас здесь жидкость, а здесь сверхтекучая жидкость. И в данном случае фазовый переход второго рода происходит не в одной точке, а по целой линии. по-моему, где-то в районе двух кельвинов, но я не помню. Которая называется лямбда переходом. И опять, значит, это фазовый переход второго рода. Можно говорить про то, что я до этого сказал. Можно спросить? Да. Разница в том, что корреляторы не в критической точке экспоненциально совпадают с расстоянием, а здесь в точке фазового перехода второго рода они спадают степенным образом. То есть у вас наблюдаются корреляции гораздо на больших расстояниях, и вы это можете померить. Но опять, это пока не то, за что можно зацепиться. это отличие критической точки от всех других в том числе. То есть вообще говоря, в любых других системах, которые вы можете себе представить, обычно корреляции спадают очень быстро. И особенность фазовых переходов второго рода этих систем заключается в том, что корреляторы спадают достаточно медленно, степенным образом. Потом мы увидим также все эти степенные особенности именно вследствие расширенной симметрии, которая есть конформной симметрии. Но пока это просто наблюдение. Есть и другая точка, которую мы можем увидеть в магнитах. Представьте себе магнит, обычный ферромагнит, который можно вынуть из какой-нибудь игрушки. И здесь происходит следующее, что есть некоторая критическая точка, ТЦ, называется точкой Кюри в данном случае. И опять до этой точки у нас есть спонтанная намагниченность, а в самой этой точке она уходит в ноль и ферромагнит перестает быть ферромагнитом, превращается в парамагнит. А, здесь Аш, мы потом нарисуем конкретный график. А, это все то же самое ПТ. Да, значит, давайте теперь посмотрим на это все вместе. Значит, у нас есть системы, где мы рисуем какие-то графики от температуры и давления, есть другие системы. На самом деле люди обычно в книжках предпочитают рассматривать системы типа магнита, где мы тоже можем играть с температурой, а другим естественным параметром является магнитное поле. Значит, чудесное наблюдение состоит в том, что если вы начнете мерить корреляторы разных величин, которые можно себе представить, мы их скоро определим в этой критической точке, где вода жидкость и в том, что называется моделизинга, то есть она описывает магнит, вы обнаружите те же самые числа. И теперь попробуйте объяснить на пальцах, почему вода и магнит показывают одни и те же числа. Значит, а скоро мы увидим, что эти числа на самом деле ни от чего не зависят. То есть я могу определить некоторый черный ящик такой, некоторую конформную теорию поля с некоторыми свойствами. И в принципе можно численно, можно по теории возмущений считать эти величины, называющиеся критическими индексами, и находить вот эти все показатели. Это само по себе хорошо, но чудесным свойством заключается то, что у вас эти самые критические индексы совпадают для большого количества систем. то есть если вы что-нибудь хотите узнать про ваше вещество здесь, здесь или здесь, или даже здесь, ничего универсального не будет. Нужно смотреть на конкретное вещество и думать, как, например, чему равны коэффициенты даже целой функции здесь. Если вы находитесь в критической точке, вся эта информация полностью исчезает, становится неважной, и возникают некоторые безразмерные параметры, которые ни от чего не зависят. вы их можете померить. Задача состоит в том, чтобы объяснить, откуда они берутся. И берутся они из конформной теории поля. Да, да. здесь я более-менее рассказал какие-то полуфеноменологические определения. Давайте считать, давайте классифицировать переходы, потому что там рвется какая-то производная. Это просто наше личное мнение о том, как это нужно делать. Вы хотели сказать, почему никого не в одной перехода третьего и так далее? Скажу потом. Если забуду, напомните. Значит, да, то есть это какие-то экспериментальные факты. То есть, например, понятие критическая полисценция, вы можете увидеть, как, ну, на самом деле, лучше на ютюбе найти видео, я не могу вам сейчас провести эксперимент, но выглядит это просто замечательно, что у вас есть какое-то вещество, вы можете видеть, как оно делится на жидкость, газ, потом все это исчезает, становится одна единая масса и потом она становится такой молочной. Значит, это значит, что на самом деле там возникают корреляции на больших длинах и свет, который, ну, его длина волны довольно большая по сравнению с межатомным размером, он начинает на них рассеиваться. За счет этого вы увидите такую молочность. Это как раз и значит, что у вас есть лонг-рэндж корреляции в этой системе. Но, значит, чудо, которым нужно поразиться, заключается в том, что есть миллион, бесконечное число различных систем, то есть здесь вас никто не заставляет брать воду, вы можете взять все, что угодно, любое вещество, составное вещество, чистое вещество, там будет критическая точка. Все, что вы там намерите, будет совпадать с тем, что вы намерите у воды, например, или кто-то намерит там у СО2, получит те же самые показатели. Везде, в других местах ничего такого не произойдет. Все будет разное, немножко разное, немножко разное, но разное. А если взять магнит и тоже намерить соответствующие числа, то получатся те же самые числа. Но если первое я еще как-то могу помыслить, то второе совсем уже, потому что нет ничего общего между магнитом и жидкостью. Числа вы имеете в виду вроде вот так? Числа мы сейчас определим, какие числа люди в принципе меряют и так далее. Но в результате на самом деле у вас есть бесконечное число чисел, которое вы можете померить. Ну, конечно, экспериментально вы можете померить только некоторые из них, но в принципе теория вам говорит о том, что есть бесконечное число чисел, которое не зависит ни от чего. Но от чего-то они все-таки зависят, и с этим мы сейчас разберемся. Итак, что важно? Что исчезают детали. Например, решетка. То есть у вас, например, магнит. Можно себе представить атомы с магнитным моментом в узлах какой-то решетки. То, как эта решетка устроена, не важно. Все это исчезнет. И любые другие детали о микроскопическом устройстве этих веществ тоже вымываются. Конкретные свойства на малых масштабах. на масштабах. Вот. А теперь давайте поговорим, как это все более четко определить и что про это можно сказать. То есть эта проблема начала волновать людей лет сто назад или где-то около того. Критическая точка первый раз наблюдалась больше ста лет назад. Но первое такое нормальное описание этим явлением дал Ландау. Это называется теория Ландау. Значит, она она хорошая, но неправильная. Но правильно качественно, но неправильно количественно. Тем не менее, давайте про это немножко поговорим. Ландау. И мы сюда добавим еще Гинсбурга. Потому что там будет некое важное уточнение. Давайте подойдем к этой точке и посмотрим в первом приближении, что люди легко могут померить. Например, люди могут достаточно легко померить теплоемкость. И оказывается, что теплоемкость означает С, она ведет себя по крестности этой точки, она ведет себя как некоторые числа, которые плюс значит температура меньше, температура больше критической, минус значит температура меньше критической, некоторые два числа, на давайте введем удобный параметр безразмерный, который будет просто говорить нам, насколько далеко мы находимся от этой критической точки, на этот самый параметр в степени альфа. Значит, как я уже сказал, вы можете взять любое вещество, померить, альфа будет одно и то же. Вы также можете померить эти коэффициенты С плюс минус. Они будут разными, но отношение С плюс к С минус будет универсальным. То есть в данном случае, если мы говорим только о теплоемкости, у вас есть два числа, которые не зависят вообще ни от чего. Это вот этот альфа и отношение амплитуд, которые здесь стоят. Да. Даже не важно, даже не важно. У меня вопрос. Мне казалось, что переход второго рода это когда первый производный рвет, а второй производный это когда рвет сама функция в той же теплоемкости, а тоже первый производный. Ну, вы посмотрите, какую функцию я определил. Может, у вас другая функция. Значит, F-штрих разрывно, это значит, у вас скачок в энергии. Это правильно, потому что эти переходы идут с выделением или поглощением тепла. Может быть, у вас другая функция рвета. Я не знаю. Нет, ну, функция как какой термодинамический специалки, там свободный рвет. Да. Ну, смотрите, это даже если я определяю, как-то выглядит логично. Первый род, первый производный, второй род, вторая производный. Нет, потому что теплоемкость, это же, это что, первая производная, там, допустим, вот. Теплоемкость, это вторая производная F-а. Я это даже буду вычислять через некоторое время. Так, где я был? Да, значит, в данном случае, то есть намерить вы можете бесконечно много. Ну, если я говорю о теплоемкости, первое, просто показатель того, как она расходится. Кстати, обратите внимание, это довольно типичное поведение для фазовых переходов второго рода. У вас многие величины расходятся. Конечно, в реальности они не расходятся, но в реальности у вас и системы конечные. Но на достаточно большом интервале вы можете действительно намерить эту степенную зависимость. То есть теплоемкость хочет разойтись, уйти в бесконечность при стремлении к критической точке. То есть t равно нулю, это мы в критической точке, t меньше нуля ниже, t больше нуля выше. Значит, второе число, это отношение этих двух амплитуд. То есть я могу померить эту самую c плюс выше, при температуре выше, приближаясь к критической точке с температурой ниже, приближаясь к критической точке снизу будут два разных числа в принципе для зависимости от системы но их отношения будет универсально это некое число которое можно посчитать не не это экспериментальный факт который вообще непонятно как объяснить в смысле сейчас людям понятно как объяснить но вы студенты 3 4 курса если я вам это говорю что в магните вы сейчас намерите тоже некоторая альфа и она будет таким же как для воды ну это заставляет задуматься да да конечно да теория до теория landau дает на этот счет некоторые ответами что что играет роль что не играет на что вы должны смотреть конечно да то есть эти системы тождественны если вы правильно понимаете что с чем отождествить не хотел забегать вперед но давайте забегу скажу что здесь как бы важно важную роль играет намагниченность намагниченность и в каком-то смысле если вы хотите отождествить эти две системы то отождествление будет такое что намагниченность она отождествляется с не менее не с потолка нет она не с потолка берется да то есть да глупые или нет мы узнаем из комментариев на ютюбе это хороший вопрос и он связан конечно с тем что во первых само понятие фазовых переходов это некая идеализация то есть формально если вы помните я не знаю проходили нет но есть такое понятие статистическая сумма значит эта статистическая сумма если у вас какое-то конечное число частиц ну это нормальная функция каждая x каждый экспонент аналитично конечная сумма аналитичных функций аналитичная сумма поэтому ничего такого интересного типа фазовых переходов здесь разрывности тогда ничего у вас такого здесь не будет значит это возникает только в пределе в пределе бесконечного числа частиц бесконечных объемов и так далее. А теперь представьте, что вы экспериментатор, вы пытаетесь посадить этот самый жидкий гелий, а у вас гравитация влияет. То есть на самом деле самый точный эксперимент, который был сделан где-то в 90-х, люди взяли, посадили сверхтекучий гелий в космос, на какую-то там станцию послали, может быть на нашу, не помню, или просто на шаттле. И таким образом они удалили влияние гравитации, потому что гравитация вам тоже будет это все расслаивать, то есть у вас в реальности будет фазовый переход смазан, также в какой-то момент вы начнете чувствовать, что ваша система конечна, заключена в какой-то баг, этот баг может содержать какие-то выпуклости, на которых что-то начинает кристаллизоваться, то есть это, конечно, экспериментальный вопрос, но идя, например, к сверхтекучему гелию, почему эта точка называется лямбда-перехода, потому что также люди взяли, отложили теплоемкость в зависимости от температуры, и получилось нечто вот... у меня не получилось... так, нечто вот такое. И снова, значит, здесь тепло... то есть похоже на лямбду, что я хотел сказать, что похоже на лямбду, поэтому называется лямбда-точка. И снова здесь было что-то типа двух амплитуд снизу-справа, то есть здесь... почему я это нарисовал антисимметрично? Я это сделал намеренно, не потому что совсем плохо рисую, что тоже правда. Значит, амплитуды слева и справа разные, но отношения их снова являются некоторой универсальной константой, которую можно померить. А вот альфа слева и справа совпадает, что тоже неочевидно, потому что, ну, здесь у вас сверхтекучесть, здесь у вас нет... значит, там тоже вы можете найти 10 причин, почему справа-слева должны быть разные величины. Но практика, опыт говорит, что на самом деле эти все критические экспоненты, вот эти вот все индексы, которые мы здесь видим, они не зависят от того, слева или справа вы подошли. Амплитуды зависят, но их отношения снова не зависят. И таких... Два критических индекса вы уже уделили? Два вроде... А, ну хорошо, да. Только, по-моему, это не называется... То есть критическим индексом называются вот эти показатели. Эти называются амплитудами, их отношения универсальны. По-моему, они не называются... ну, просто как слова, значит, они не называются критическими индексами. Но, может быть, я что-то неправильно сказал. Так, ну, если говорить про... Нет, лучше не будем. Давайте займемся теорией Ландау, потому что все это требует каких-то объяснений. Значит, Ландау придумал следующее. Он сказал, что непонятно, откуда это все берется, поэтому давайте что-нибудь постулируем. И он запостулировал несколько вещей, ну, некоторые из которых оказались очень правильными, а другие не особо. Значит, первое, что он сказал, нужно найти... Ну, я не уверен, что он сказал именно в таких словах, но сейчас это так говорится. Найти то, что называется параметр порядка. То есть вам нужно найти, а то же действительно, это, наверное, самое сложное при попытке теоретического описания этих явлений, вам нужно найти некоторый параметр. Это не обязан быть число, это может быть вектор где-то. Вам нужно найти некоторые параметры, которые отвечают за свойства этой системы. И обычно так происходит, что у вас есть какая-то симметрия, что-то с этой системой такое интересное происходит. И обычно говорят так, что давайте будем, начиная с этого момента, всегда иметь в виду магнит. Значит, есть некий словарь, как вы можете то же самое сказать про любую жидкость газ. Но давайте для простоты, так обычно и делают в учебниках, говорить про магнит. У нас есть магнит, есть критическая температура Кюри и так далее. Значит, обычно, думая о магните, происходит следующее, что у вас есть некая спонтанная магнитизация при температуре ниже температуры Кюри, то есть у вас есть реальный магнит, а при температуре больше температуры Кюри у вас спонтанная намагниченность равна нулю, нет ее. Значит, вот эта фаза, когда у вас что-то есть, называется упорядоченный, это называется disordered, неупорядоченный. И предложение Landau состоит в том, что вы должны для каждой системы найти какой-то такой параметр, который вот это дело схватывает. Ну, если вы найдете правильно, у вас все будет хорошо, но можете найти неправильно. На практике, значит, для большого числа систем, этот самый параметр порядка, давайте думать про m, ну, на магничность это вектор. Ну, чисто экспериментально бывают разные ситуации. Давайте их выделим. Значит, что у вас может происходить? Может так оказаться, что в вашем магните магнитные спины могут торчать только вверх и вниз. Ну, это такая, той модул, но она тоже экспериментально реализуется. Значит, обычно это называется просто модель лизинга, n равно 1. То есть у вас есть некая выделенная ось, и на магничность может торчать или по оси, или против этой оси. Дальше в случае n2, хотя вы все равно можете думать, что мы в трехмерии. Значит, у вас в случае n равно 2 на магничность может крутиться в какой-то плоскости. Ну, это называется планарный магнитик. И такое тоже бывает. Планарный магнитик. Ну, и есть самый такой обычный магнитик. Гейзенберг. Но, по-моему, терминология немножко плавает, я не сильно настаиваю. И есть самая обычная ситуация, когда у вас, в принципе, в каждой точке магнитный момент может крутиться, куда ему бог на душу положит. Это самая распространенная ситуация. Бывает и более сложная. Значит, первое предложение или постулат этой теории состоит в том, что нужно найти такой параметр порядка. А что он сшивает? Что он согласует сшивать? Вот он согласует. Значит, если мы думаем, что наш параметр, которым мы управляем, это температура, и будем ее так называть, то он отличает вот эту упорядоченную фазу и неупорядоченную. Он вам показывает, где находится критическая точка. Но если вы думаете про магнит, то понятно, что происходит. Здесь у вас есть какая-то спонтанная намагниченность, здесь нет. В этой точке она исчезла. Ну, типа своим знаком или чем-то. Не, не знаю, ну, знаком не так важно, вот величиной. Значит, здесь мы наблюдаем некую разрывность. Давайте... Числа рейнельца и не надо. Не, не надо числа рейнельца. Значит, давайте нарисуем эту намагниченность в зависимости от температуры. Если мы рассматриваем вот этот простейший случай, N равно 1 или изинг, то у вас намагниченность, она может или вверх, плохо нарисовал, или вверх торчать, или вниз торчать. А после точки Кюри она равна нулю. Но это уже довольно забавное поведение, где мы в физике привыкли, что у нас все непрерывно и так далее. А здесь происходит некая такая перестройка, что у вас до, M может быть каким-то положительным или отрицательным числом, а после только нулем. Обычно функции какие-то гладкие мы любим. Вот здесь происходит вот так. То есть я вот и говорю, что производный разрыв, это реально прямо разрыв-разрыв, и там нет ничего такого более-менее гладкого? Ну, разрыв, еще раз повторяю, вот этот аргумент, что если у вас один газиллион атомов, то никакого разрыва нет, потому что сумма-экспонент тоже аналитическая функция. Значит, разрыв вы увидите, когда вы возьмете N к бесконечности. Тогда там как-то это все накапливается, и получается нарушение аналитичности. То есть в реальности, конечно, в конечных системах и так далее, вы это не можете все наблюсти. Но N настолько большое в эксперименте, что на довольно большом диапазоне вы видите, как будто у вас есть фазовые переходы. Ну, строго говоря, вы, конечно, можете сказать, что нет, у меня не бывает фазовых переходов. Но в реальности они есть. Просто если вы пытаетесь эту, например, экспоненту измерить все ближе и ближе, подходя к нулю, ну, у вас что-то нарушится. Или, конечно, размер системы начнет играть роль, или какие-то примеси и так далее. То есть, конечно, в какой-то момент здесь поплывет. Значит, вот нужно найти такой параметр порядка. Здесь, поскольку это аксиоматика, то здесь сильно глубже спрашивать сложно. Надо найти. Нашли правильно, молодцы. Неправильно, плохо. Не нашли, тоже не очень. Значит, первое наблюдение, первый постулат. Нужно найти такой параметр порядка. Второй постулат заключается в том, что свободная энергия, аналитическая функция этого самого параметра порядка, который я буду теперь называть всегда M. И третий постулат, ну, совсем естественный и простой, заключается в том, что равновесное состояние вашей системы нужно находить, минимизируя энергию. Вам нужно искать ее минимум, где это является необходимым, но недостаточным условием. Так, давайте я посмотрю, что, по-моему, я очень медленно двигаюсь. Не-не-не-не, это условие экстремума. Вы, ваше равновесное состояние системы должно минимизировать эту энергию. Ну, как минимум, вам нужно поискать, где производная равна нулю. Таких минимумов может быть несколько. Надо найти самый минимальный минимум, он и будет. Да, значит, мы занимаемся, теперь мы занимаемся описанием только фазовых переходов второго рода. И первое предложение, которое была теорией Ландау, состоит в том, что как их описывать? Есть шаг непертурбативный, вам нужно найти какой-то параметр, параметр порядка. Второй, вам нужно написать довольно общее выражение для вашей свободной энергии. аналитичное по этому параметру порядка и по всем остальным параметрам, которые могут играть роль. Например, по температуре. Дальше вы минимизируете эту функцию и смотрите, что получится. Давайте посмотрим на простейшем примере, что получится. Нет, по температуре мы можем немножко сдвигаться. Давайте я напишу выражение. f тоже зависит от температуры. Мы сидим не обязательно прямо точно в этой точке, этого никогда не бывает. Мы сидим в некоторой окрестности. И чем, в принципе, люди интересуются? Давайте я выпишу некоторые критические индексы. Это просто величины, которые самые первые были измерены в эксперименте, поэтому люди им дали рандомные имена по буквам греческого алфавита и потом измеряли. Значит, альфа. Ну, это то, что мы уже проходили, что у нас можно измерять степлоемкость, и она показывает какую-то такую степенную зависимость. Важно, что альфа плюс, минус, все равны одному и тому же альфу. А здесь мы, соответственно, интересуемся С плюс к С минусу. Так, это все происходит, думая о магнетике при h равном нулю. h равно нулю. Смотрим, как себя ведет теплоемкость. Бетта. Давайте посмотрим, как себя ведет спонтанная намагниченность. График я уже нарисовал. Видите, она спадает при приближении к критической точке. Оказывается, что она спадает снова по какой-то степени. Так, теперь можно заняться восприимчивостью, которая есть производная на магниченности по приложенному магнитному полю при h равном нулю. И эта штука снова, ну не снова, расходится. И соответствующий показатель называется гамма. Давайте амплитуды не буду выписывать, это подразумевается. На самом деле амплитуды хуже мерить, гораздо лучше мерить вот эти критические индексы, на них обычно все и концентрируются. Но тем не менее, просто помните, что этих чисел еще больше, чем я на самом деле пишу. А, это восприимчивость. Магнитный восприимчивость. По-моему, так, accessibility. Так. Теперь есть дельта. Альфа, бета, гамма, дельта. Мы сидим при критической температуре и смотрим, как спонтанная на магниченность зависит от приложенного магнитного поля. Не спрашивайте, почему единица на дельта. Так люди решили давно. Ну, это чуть более сложно. Теперь мы начинаем измерять корреляции чего-нибудь, например, на магниченности в разных точках. И, то есть, у нас есть что-нибудь типа m от x, m в какой-нибудь точке от нуля. И хочется знать, как эта функция ведет себя, как функция координат. Ну, вообще говоря, такие функции обычно себя ведут, как x в какой-нибудь степени, на еще какую-нибудь функцию от чего-нибудь безразмерного. И вот эта безразмерная характерная длина, на которой эта функция обычно спадает, называется корреляционной длиной. И вы ее можете померить на подходе к этому фазовому переходу. И оказывается, что эта корреляционная длина расходится с показателем n. Мы его вычислим через секунду. Ну, да. А, что еще у вас такое x? А, точка. То есть, у вас есть... Это та же сам... Сейчас. Здесь я имел в виду, что x в какой-то степени, а потом функция от чего-нибудь безразмерного. И это... Снова мы сидим в критической точке, и мы хотим вот точно как бы в критической точке, насколько это возможно. Тогда, как я уже сказал, коррелятор распадает степенным образом, и вот эта функция, этот самый коррелятор, m от x, m от 0, ведет, должен себя вести, как x в степени d-2 плюс it. И хочется измерить эту it. Вот уже довольно большое количество индексов. Мы можем измерить, посчитать и потом предсказать. А на самом деле их бесконечно много. А не образует какое-то множество с, ну, я не знаю, там, операциями, какую-нибудь группу? Множество... Ну, мы... Значит, мы... Когда мы построим конформную теорию поля, ну, построим, в смысле, придумаем, как этим делом описывать, эти показатели удовлетворяют некоторым уравнениям, которые, в принципе, вычислено можете решать. И на самом деле, лет чуть больше 10 назад был гигантский всплеск так называемого конформного бутстрапа, связанный как раз с тем, что люди догадались, что уравнения, придуманные лет 40 назад, теперь можно поставить на компьютер. и начали вычислять эти самые критические индексы в разных моделях с очень большой точностью. На самом деле, один момент, который я забыл сказать, что у конформной теории поля есть прекрасная педагогическая особенность, заключающаяся в том, что к этой конформной теории поля вы можете зайти через обычный, через главный вход, через вход квантовой теории поля и всего такого, а можете зайти через боковой, который уже считается главным на настоящий момент, с точки зрения конформных симметрий и бутстрапа. И это вообще не требует никакого знания квантовой теории поля. То есть на самом деле можно начать заниматься конформными теориями поля еще до того, как вы знаете квантовую теорию поля. Другая проблема, что многие люди так и делают, и потом это приводит. То есть на самом деле конформную теорию поля можно изучать раньше, чем квантовую теорию поля. И это потом помогает при изучении квантовой теории поля, Потому что, как я говорил, квантовую теорию поля вы можете понимать как некое возмущение конформное. Итак, давайте возьмем, что нам сказал Ландау и попытаемся вычислить эти индексы. Для этого мне нужно кое-что стереть. И, кстати говоря, все, что я сегодня расскажу, мы потом забудем. Потому что я просто хотел описать конкретный класс физических систем и что в них происходит, что вы можете намерить. Но в реальности, когда вы занимаетесь конформной теорией поля, вы можете про это забыть. Значит, мы будем в реальности заниматься некоторыми соображениями симметрии. Так, Ландау сказал, что нужно взять свободную энергию и написать для нее анзат с форме аналитической функции. Это всего, чего мы можем подумать. Давайте подумаем о том, что она зависит от t и, может быть, еще h сюда припишем. И напишем самое первое, что нам придет в голову. Ну, можно написать константу. Сейчас я просто посмотрю, какие я это называл буквами. Можно написать какой-то другой коэффициент. И вот этот параметр t, который есть безразмерное отклонение от критической температуры. Еще напишем сюда четвертичное. Еще напишем сюда что-нибудь с этим самым магнитным полем. Дальше поставим многоточие. И здесь я на самом деле уже воспользовался тем, что все это какие-то функции температуры, но я интересуюсь поведением вблизи критической точки. И поэтому я считаю, что моя намагниченность маленькая. Я недалеко отошел, она маленькая. Поэтому я имею право разложить в ряд по m и обрезать слагаемые по степеням m, которые, я считаю, не играют роли. Но мы знаем из общих соображений, что функция должна иметь минимум, поэтому коэффициент при старшей степени должен быть положительным. Иначе у вас минимума не будет. А h это у вас что? А, это магнитное поле. Магнитное поле. Увидим, потому что тогда будет фазовый переход первого рода. Значит, напишем вот такое выражение, где все обрубим. А также, в принципе, эти коэффициенты могут зависеть от температуры, но вблизи точки фазового перехода это все не важно. Потому что m маленький, и мы увидим, что все на самом деле зиждется на просто игре между вот этими тремя коэффициентами. Да? А 3d, h, m какой? Первое. Вы даже можете здесь вектора поставить. Я рассматриваю самый простейший случай, когда m из r1, то есть это просто число, положительное или отрицательное. То есть вы можете считать, что у вас h и m все направлены вдоль какой-то оси. Можете поставить вектора. Мы скоро это сделаем. Давайте посмотрим, что в этой теории происходит. Называть это теорией может быть сложно, но тем не менее. Итак, для начала представим, что h равно 0, то есть есть только три слагаемых, ищем минимум. Неплохо бы нарисовать эту функцию. Поскольку это коэффициент положительный, t чуть ниже точки фазового перехода отрицательно, то я должен наблюсти функцию вот какую-то такую. И вот этими минимумами, это m, это f, вот этими минимумами я и буду интересоваться. Давайте посмотрим на производную. 2b, t. Конечно, зависит. В смысле, вот сам вид такой. Значит, что важно для вида? Ну, от а ничего не зависит. Это просто сдвиг. Важно, что коэффициент при старшей степени положительный. Иначе у вас просто… Рога вверх, да. Дальше вот эти все слова. Кто-то мне это хотел припомнить. Про переходы 3, 5, 25 рода. Они про то, сколько у вас здесь коэффициентов равны нулю или не равны нулю. Значит, давайте возьмем первый невырожденный случай. Вот эти вот два минимума, они будут только прям при каких-то специфических коэффициентах d и b? А, нет. Еще раз. Из общих соображений этот положительный. Этот положительный, да. Значит, этот отрицательный. И мы увидим почему. Потому что если у вас t больше… Может не быть минимума. Может не быть минимума, да. Как раз об этом нет. Значит, если у вас t больше нуля, то у вас минимума нет. И это очень хорошо. Потому что мы знаем, что если t больше нуля, я и не хочу никакой спонтанной магнетизации, кроме нулевой. Очень хорошо. Значит, если t меньше нуля, то я хочу спонтанную магнетизацию. Причем я знаю, что она может быть или по оси, или против оси. Эти две ситуации полностью эквивалентны. То есть я хочу два эквивалентных минимума. Поэтому я написал такое выражение. Но, в принципе, вы можете считать, что я написал более-менее общий анзаций и обрубил его на четвертой степени. Потому что на второй ничего интересного не происходит. А на четвертой, ну, потому что m маленькое, где-то надо обрубить. Еще раз. Эта теория, она качественно описывает, что происходит. Количественно ничего не описывает. Ну, в смысле, все числа, которые мы из него получим, все неправильные. Но, тем не менее, давайте просто посмотрим, какие бы числа из него получались. Я не знаю, сколько времени люди думали, что она правильная, но сколько-то думали. Но в результате она оказалась неправильной. Слишком как-то все просто. Давайте попробуем, тем не менее, посмотреть. Итак, если t больше нуля, минимума нет. Точнее, минимум в нулевой точке. Это нас устраивает. Если t меньше нуля, этот коэффициент отрицательный. Я нарисовал вот это. И у меня есть два решения, которые дают минимум. Значит, в результате мы получим, что этот самый спонтанная намагниченность пропорциональна корню из t. Как эта штука называется? Эта штука называется бета. Итак, теория Ландау предсказывает, что бета равно 1,2. Почему нет? Давайте еще что-нибудь посмотрим. Пусть мы сидим при t равном... Нет, значит, следующий вариант. Пусть у нас теперь магнитное поле не равно нулю. Тогда, конечно, наш потенциал немножко перекорежился. А учитывая, что m маленькая, я отброшу слагаемые в старшей степени при m, стремящемся к нулю. Тогда я получу, что m пропорционально h поделить на t. Хорошо. И, соответственно, восприимчивость, которая есть dm, pdh пропорциональна единице на t. Так, как этот показатель называется? Он называется гамма. Итак, мы получили, что гамма в теории Ландау равно единице. И вы можете пойти померить на эксперименте и посмотреть, как получится. Получится не очень. Но тем не менее. Давайте еще что-нибудь посмотрим. Пусть мы сидим прямо в критической точке и смотрим на зависимость намагниченности от магнитного поля. Тогда я могу написать приближенно вот это. Откуда мы немедленно видим, что намагниченность ведет себя примерно как кубический корень из магнитного поля. И вот, видимо, почему люди ставят единицы на дельта. Потому что тогда дельта получается 3. Еще один индекс. Ну, с теплоемкостью чуть сложнее, но мы ее можем посчитать. Нужно посмотреть, как ведет себя значение свободной энергии в минимуме. И оно себя ведет примерно так. Что это А при Т большем нуля, потому что минимум сидит в нуле. И если вы подставите и разложите решение, то вы получите что-то в этом роде. Плюс старшие поправки. При Т меньшем нуля. И теперь важно вспомнить, что теплоемкость это вторая производная F по Т. И, соответственно, мы получаем, что она константа. Константа значит, что показатель, который мы называем альфа, равен нулю. Ваша степень, как бы нет степени. Альфа равно нулю. Вот примерно так получается из теории Ландау. Извините, а все эти соотношения мы получаем в школе без него? Да, да, да. То есть, как бы, эту теорию можно в школе объяснить. Ну, если вы не боитесь полинома в четвертой степени, который на самом деле второй, потому что все зависит только от m в квадрате, то ничего интересного здесь как бы не происходит. Все можно сделать в школе. Значит, для того, чтобы посчитать два остальных показателя, нужно попытаться поправить теорию Ландау. Значит, что она здесь не учитывает? Она, например, не учитывает пространственные флуктуации. Мы изначально предположили, что у нас есть некая средняя намагниченность, она везде-везде одинаковая. И написали разложение свободной энергии от нее. Значит, теория Ландау-Гинсбурга, или, правильнее сказать, Гинсбурга-Ландау, она добавляет к этому небольшой учет флуктуаций. Как она это делает? Выражение для свободной энергии. Значит, m нужно теперь считать функцией от x и сделать то же самое. Что вы можете сделать с функцией от x? В ряд по m мы уже разложили, осталось разложить в ряд по производным. Ну, это единственное интересное, что можно делать, если у вас есть зависимость от x. Поэтому давайте просто kev, который теперь станет функционалом от m. ddx. И это очень плохо, что он у меня так. Забудьте, я напишу это красиво в том месте, где позволяет пространство. Ну, хорошо. m превращается в m от x. Если хотите, мы можем поставить здесь вектор. И обычно в теории поля такую ситуацию называют φ от x, где i бегает от 1 до n в зависимости от того, на скольки компонентном параметре порядка мы с вами сошлись. Это компоненты m. Да. То есть ситуация, которую мы до этого рассматривали, у нас было n равно 1, m могло торчать вдоль какой-то выделенной оси. Ну, в принципе, более естественная ситуация, если вы в трехмерии, забываем про время, это когда у вас намагничен из трехмерный вектор. Давайте будем рассматривать максимально общую ситуацию в этом контексте. Значит, превратим m в вектор, назовем его φ. Тогда эта штука функционал, и выглядит он так. Одну вторую здесь ставят для красоты. Значит, φ и φ, суммирование подразумевается. Плюс g, и люди, которые знают квантовую теорию поля, ставят факториал. Для φ4? Да. φ и φ в квадрате. И, если хотите, можно добавить сюда магнитное поле, которое будет формальным источником к этому делу. Еще раз, как вы φ4 получили? Из каких соображений? Я φ4 получил из соображений копипасты. У нас здесь уже был m в четвертой. Все, что я сделал, я сказал, хорошо, m теперь может зависеть от x, поэтому f это интеграл по x, где m зависит от x. И чтобы как-то учесть в флуктуации, я добавил первую производную, ну, вторую производную, но первую из производных, которые дают вклад, а параметра порядка. А где x сидит в t? Очень хороший вопрос. t сидит вот здесь. То есть m в квадрате пропорционально t. И вы начинаете чувствовать, может быть, некоторую связь с квантовой теорией поля. Значит, тот факт, что этот коэффициент идет в ноль в критической точке, с точки зрения вот этой простой модели Гинсбурга-Ландау, значит, что теория становится безмассовой. Масса уходит в ноль. В критической точке масса равна нулю. Обрубка на первом, так сказать, нетривиальном взаимодействии приводит действительно к теории φ4. Да-да-да-да-да, но дело в том, что мы не будем делать вид, что мы начали с каких-то фундаментальных аксиом, которые описывают эту Вселенную. Значит, мы попытались объяснить какой-то класс явлений, предполагая, что есть некоторый секретный параметр, называется параметром порядка, а свободная энергия аналитична. По всему, что мы знаем. А что у нас в итоге параметр порядка? На магничность. Потому что она здесь ноль, здесь не ноль. Так мы будем отличать фазу упорядоченной от неупорядоченной, а то, что их разделяет, будем называть критической точкой. А теперь мы просто рассматриваем случай, когда у нас M на магния. Значит, здесь я сделал два обобщения. Во-первых, действительно, вы можете предположить, что M не торчит вдоль выделенного направления, или что вы не живете в одномерии, а вы живете, например, в трехмерии. То есть это может быть N-компонентный параметр порядка. И я также предположил, что он может зависеть от X, и добавил вот это слагаемое. Это буквально X. У вас магнит. Вот этот стол, это магнит. Здесь на магничность может быть разный. Да, он может быть разный. То есть вы можете это померить. Будут флуктуации какие-то, корреляции. То есть это плотность на магничность такая? Ну да, можно, наверное, и так назвать. Локальная на магничность. Вот, слагаемое с производными просто задавливает флуктуации. Если у меня очень большие осцилляции этого дела, производная большая, она будет задавливать все. И на этом можно остановиться. То есть это простейшее приближение, которое учитывает флуктуация. Теперь, значит, мы не будем идти глубоко в квантовую теорию поля, но, возможно, эта формула не покажется вам совсем уж незнакомой. Двухточечная функция или коррелятор в теории поля, это оператор просто обратной квадратичной части. Значит, вы вот про это забываете, смотрите, что у вас здесь написано. Если вы перейдете в пространство моментов, сделав фурье преобразования, dμ превратится в pμ. Масса останется. И поэтому эта штука равна как бы фурье преобразованию. Это пропаганда, что называется пропаганда? Конечно. Эта штука равна преобразованию фурье обратному от того, что здесь стоит. А мы в нем и были. Да, потому что время не имеет значения. Мы сидим в статистической физике. Да, вы можете, конечно, рассматривать динамику этих систем. Это будет еще более сложно. Но в данном случае статика. Вы привели вашу систему в окрестность критической точки. Можете измерять эти вещи. Время не играет никакого значения. Поэтому мы в полном Евклиде. Ну и здесь вы получите, если вы сидите, например, в трехмерии, то вы должны получить что-то вот в этом роде. Где кси по соображениям размерности единица на n. Для чего ответить? А? Ну, если вы фурье сделаете, да, в трехмерии от этого дела. Обратное фурье, да. То есть я не хочу идти в теорию поля и прочее, но непонятно, как этот оператор обращать. Но если вы перейдете в фурье, он станет диагональным. Будет диагональная матрица, бесконечная, вот с такими числами на диагонали. Там вы можете взять обратно, я его написал, сделать фурье назад. Да, получите вот это дело. Значит, из чего можно просто по соображениям размерности сделать вывод, что вот эта штука, которая здесь стоит, ее нужно называть единицей на кси в квадрате. Просто по соображениям размерности. Из чего вы сразу видите, как она себя ведет. А именно, видите, что она расходится, как t1,2. Таким образом, мы нашли еще один критический индекс, nu, и осталось нам только it. Но это совсем просто. Если вы сядете, собственно, в критическую точку, где кси равно бесконечности, то вот это дело выпадет, останется единица на r. И нормировка сделана так, что нам нужно считать эту функцию rd-2 плюс it. Она уже d-2, поэтому получается, что it равно нулю. То есть у нас же это просто единица на r. Таким образом, все из таких общепризнанных самых популярных критических индексов в теории Ландау мы определили. И теперь мы можем с уверенностью сказать, что все это неправильно. Потому что все эти индексы вообще никак, ну не вообще никак, но не сочетаются с экспериментом. Значит, здесь есть несколько ключевых недостатков. Во-первых, я проделал вычисления вот с этим функцией, а потом функционалом, когда m было просто из r1. Если я возьму m из rn, вообще ничего не изменится. Вы получите все индексы точно такие же. Это неправильно, потому что... Сосулька. Значит, это неправильно, потому что чисто экспериментальный факт состоит в том, что если вы просто смотрите на магнетик, то магнетики, у которых намагниченность может торчать только вдоль одной оси, крутиться в плоскости или во всех трех осях, имеют разные критические индексы. Это экспериментальный факт. А здесь у нас вообще ничего не зависит от количества компонент. Почему не зависит? Зависит же вот это один. В смысле, мы же в курье как раз соперялись на то, что курье в трехмерии. Количество компонент вот этого. У вас ничего не зависит. Нет, почему? Если мы в трехмерии живем, то у нас m. Подождите, подождите. Вы можете представить, что вы всегда живете в трехмерии. Дальше у вас магнит, может быть, у которого торчит только вверх-вниз, вращается в плоскости или во всех трех. У них у всех разные критические индексы. Из тех вычислений, которые я сделал, ничего не зависит от того, сколько компонент у этого φ или у m. Это я просто говорю, что я бы мог просто сказать, что эти числа не совпадают с экспериментом. Тем не менее, они также не зависят от количества компонент, что тоже неправильно. Тем не менее, прелесть этой теории заключается в простоте. Она вам дает действительно хорошее, качественное описание фазовых переходов второго рода. Количественно она дает плохое описание. И дальше первый путь через главные ворота состоит в том, чтобы взять вот этот функционал и учесть флуктуации по-серьезному, а именно использовать этот самый функционал в континуальном интеграле. И таким образом у вас возникает… То есть вы это должны понимать как вероятность. И это вес. То есть как бы у вас есть некоторый вес, который зависит от локального значения параметра порядка, и он дан этим. А мы… Зачем вдруг решили проквантовать? Значит, мы не решили проквантовать, но есть некоторая связь между статсумами обычными и континентуальными интегралами. Статсумы можно записывать как континуальные интегралы. Мы этого не будем делать, потому что мы вообще не идем в область квантовой теории поля. Но что я хотел сказать, что просто канонический путь состоит в том, что мы же не отбрасываем знания предыдущих поколений. Значит, теория Ландау-Гинсбурга качественно правильно, количественно не очень. Что в ней плохо по сути? В ней плохо то, что она на самом деле не учитывает по-нормальному эти флактуации. Правильный учет, ну правильный, как не вполне доказанная гипотеза, состоит в том, что нужно суммировать по всем конфигурациям вот с таким весом. Это из статсума тут уже? Да. И тогда вы получаете неожиданно, вы получаете квантовую теорию поля. Там, где ее вроде не должно было быть. То есть теория вероятностей вот с такой вероятностью превращается неожиданно в квантовую теорию поля. Но это еще не все, потому что если вы просто будете ее вычислять, у вас ничего хорошего не получится. Значит, здесь возникают всякие бета-функции, RG-Flow, вам нужно сидеть в критической точке. Ничего этого делать мы не будем. Мы заметим просто одно важное свойство на данный момент всех этих критических эльвений, которое состоит в том, что корреляторы спадают степенным образом. И вообще все спадает степенным образом. Я не помню, кто это первый на Блю, Поляков, но кажется, кто-то еще до него был. Они обнаружили, что в двумерной модели изинга корреляционная функция имеет не только степенное поведение, но такое специальное степенное поведение, что оно совместно с конформной инвариантностью. И тогда они сообразили, что, может быть, это нужно постулировать. Вариантность и чего? Конформные инварианты и чего? Коррелятор. Мы это определим. Сейчас уже достаточно поздно. Мы не будем определять, что такое конформная инвариантность. Но важно, что кроме просто зависимости единицы на r, здесь есть более важные свойства. И единица на r в какой-то степени вы можете считать, что у вас есть некоторый скейлинг. У вас есть симметрия, которую можно назвать дилатационной симметрией. Но оказывается, эти системы обладают еще большей симметрией. Утверждение состоит в том, что мы его не определяем. Мы его определим буквально на следующей лекции. Утверждение состоит в том, что… Давайте я просто проконтролирую. Да, по-моему, пора завязывать. Я просто суммирую, что я до этого говорил и попытаюсь ответить на ваш вопрос. Значит, есть некоторый класс физических систем, которые отвечают фазовым переходам второго рода. На удивление, в то время как везде-везде, кроме как в этих фазовых переходах, все очень сильно зависит от конкретного вещества, с которым вы работаете. В точке фазового перехода разные вещества ведутся одинаковым образом. Ключевыми особенностями этого поведения являются разного рода степенные зависимости физических величин, которые вы можете померить. Корреляторы спадают степенным образом, теплоемкости и прочие расходятся степенным образом. Можно считать в точке фазового перехода или в критической точке? Я имею в виду в точке фазового перехода второго рода, если я не сказал, да, в этой самой, да. Значит, в критической точке все хочет вести себя степенным образом. Более того, важное наблюдение состоит в том, что бесконечное число систем, которые у нас в принципе есть, где бы мы могли изучать фазовые переходы второго рода, распадается, группируется на некоторые классы универсальности. Это хорошее слово, его можно записать. То есть вы рассматриваете, представьте, что у вас есть какое-то множество всех этих физических систем. Вода, прочие магниты и так далее. Значит, оказывается, что все эти системы распадаются на некоторые классы, и в каждом классе в принципе сидит бесконечное число систем, и у них у всех совпадают все эти критические индексы. То есть как, например, все, что вы можете намерить в обычной точке, где жидкость и газ перестают отличаться, будет совпадать у всех физических систем. Значит, бесконечное число систем распадается на классы универсальности. Корреляторы спадают степенным образом, но дополнительное наблюдение состоит в том, что есть некоторая большая симметрия, чем та, которая гарантирует, что они спадают степенным образом. Эта симметрия называется конформной. Корреляторов. Преобразования вы к этому определили? Да, да, мы их определим. Значит, есть некоторые большие симметрии. Вы эту большую симметрию, симметрия это всегда хорошо, она помогает. Если симметрии мало, вы ничего не можете сделать. Если симметрии очень много, вы все можете сделать, даже ничего не зная о том, как устроена ваша теория. Иногда симметрии так много, что вам теория не нужна. Вы просто из соображения симметрии все можете найти. В данном случае это не совсем так, но мы находимся в некотором промежуточном положении, где симметрия очень сильно помогает. Тем не менее, существует большое количество различных систем, которые друг другу неэквивалентны. И мы попытаемся зайти к конформным теориям через то, что сейчас можно считать парадной дверью, через конформный бутстрап и конформную симметрию. Само утверждение о том, что эти системы должны обладать конформной симметрией, можно считать некоторой гипотезой, которая иногда в некоторых предположениях доказана. Но в принципе, тут, насколько я знаю, тут нет никаких противоречий с чем бы то ни было. Я имею в виду, что нет контрпримеров этому делу. Но тем не менее, все доказательства имеют какие-то предположения, которые не всегда можно считать обоснованными. Тем не менее, это работает. Поэтому мы можем это просто постулировать и забыть про все вот это. И начать с чистого листа с конформной симметрии, которая несколько расширяет ту очевидную симметрию, которую вы можете наблюдать в однородном изотропном пространстве. А какие системы, ну вот классы универсаметки, да, они разные? Вы говорили только, что вода и ферромагнетик, они как бы в одном классе находятся. Вода и ферромагнетик, у которого N1. В том смысле, что магнитный спин может торчать только вверх и вниз. В теории Ландау все классы универсаметки это одно, да? Да, теория Ландау много чего не схватывает, но в частности, вот как мы видели, ничего вообще не зависит от количества компонентов в этом параметре порядка. И мы еще даже не начали… То есть вот эти вот модели N1, N2, N3 — это разные классы универсальных? Да, да, это совершенно разные классы. Для каждого из них существует бесконечное число чисел вот такого типа. И важно следующее. Эти числа ни от чего не зависят. То есть вы должны просто сказать, что у меня параметр порядка имеет три компоненты. Это вам генерирует, ну путем некоторых манипуляций, бесконечное число чисел, которые ни от чего не зависят. Там нет никаких параметров, массы и так далее, которые вы должны выделять из эксперимента и так далее. Это фундаментальные константы, как π, е и прочее. Просто никто не знает в реальности, за исключением некоторых частных случаев, чему эти числа точно равны. Было бы, например, прекрасно просто получить для них какую-то формулу и понять, что они есть. Если мы получим, то что мы узнаем-то о критической точке? Ну, значит, вы можете померить, можете посчитать, можете сравнить. По-моему, это прекрасно. Ну, то есть торжество науки в данном случае в том и заключается, что есть некоторые, на первый взгляд, специальные системы, которые на самом деле чрезвычайно фундаментальны. Все остальное, бесконечное количество параметров, которые где-то нужно обрубить, зафитировать из эксперимента и прочее. В этих системах вообще нет никаких параметров, которыми вы можете играть, что-то там менять непрерывным образом и так далее. Есть, ну, в целом бесконечное количество классов таких систем, и все физически попадают в какой-то из классов. Важно, что многие физические системы попадают в один и тот же класс, как, например, вот эта вода-жидкость-переход и магнетик с n равным 1. Они попадают в один класс. Это совершенно не очевидно, выглядит как чудо. Но еще более чудесно было бы найти эти числа в какой-то замкнутой форме, потому что обычно такие вещи приходят также с пониманием. Значит, большой бум был, например, в двумерных конформных теориях поля, и здесь следует упомянуть наших соотечественников, некоторых теперь уже нет, Белавин, Поляков и Замолотчиков, когда они поняли, что нужно по-серьезному смотреть на конформную симметрию в двумерии, и там конформная симметрия еще больше становится в некотором смысле, чем в трехмерии, например. И это можно чрезвычайно эффективно использовать, и там эта симметрия практически все вам фиксирует. И вам не нужно знать ни вот этого действия типа φ в четвертый и так далее. Ничего этого не нужно знать. Вы можете найти все, что вам интересно, просто из соображения симметрии, которая на самом деле сводится к теории представления алгебры Верасора и всему такому. А мы все это время говорили о классических теориях, о квантовых? Значит, хороший вопрос. Значит, есть и квантовые переходы, но это очень-очень-очень редкое явление, потому что обычно здесь квантовость не играет уже никакой роли. Ну так получается, что в обычных фазовых переходах, которые мы наблюдаем, квантовость уже не важна. Но есть специальный подраздел, который называется квантовые переходы. То есть, да, на самом деле мы начали просто с классической системы. Ни в каком месте квантовость не была важна. Все это знание, как я вначале говорил, а это уже другая квантовость, это не квантовость, это теория вероятности. А настоящая квантовость никакой роли вообще не играла. Как я сказал вначале, поскольку бесконечное число систем сваливается в один и тот же класс универсальности, то все вот эти вещи, какая у вас там решетка, она кубическая или еще какая-то. Может быть, это вообще не решетка, как здесь. Значит, что там на квантовом уровне, все это становится неважным. И можно было бы подумать, что вы получаете тогда какую-то феноменологическую теорию типа гидродинамики, где, ну, в принципе, бесконечное число параметров, но в первом приближении на въезд токс или что-нибудь в этом роде достаточно. Но эти системы, они чудесны тем, что никаких свободных параметров там нет. И, соответственно, конформные теории поля, каждая конформная теория поля дает вам какое-то бесконечное число чистых чисел, которые ни от чего не зависят. А если мы не выделим ничего квантового, то вот база конденсации, вы знаете, а конденсация-то вообще из этой области влезет? Можно ли база конденсации? Да, но это кванты. Надо подумать, не знаю. Хороший вопрос. Да, то есть, в общем, вот так. Другие причины, почему конформная теория поля играет важную роль, я вскользь упомянул, и мы будем более подробно говорить о связи с квантовой гравитацией. Но это как бы самая такая экспериментально важная причина, что все системы грязны, кроме фазовых переходов второго рода, которые в каком-то смысле идеальны. Сферические коровы в вакууме, которые работают. Давайте на этом закончим, тем более, что время тоже наше истекло. И продолжим тогда с чистого листа, с изучения просто конформной симметрии. Спасибо.